Ученые кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разработали атлас лекарственных растений Республики Татарстан. В ходе работы над проектом было проведено исследование, как изменяются лечебные свойства растений в зависимости от перемены окружающей среды. Главным результатом стала разработка ценного в медицинском отношении сырья, которое можно будет использовать в терапевтических целях. Дело в том, что многие препараты растительного происхождения, они как применялись еще с давних времен, так и до сих пор своей актуальности не потеряли. Они очень эффективны, меньше к ним возникает привыкания по сравнению с химически синтезированными препаратами или антибиотиками. По словам доктора биологических наук Ольги Тимофеевой, в рамках работы над справочником ученые собирали информацию о том, какие части у того или иного растения можно использовать для создания лекарственного средства, в каком виде применять и какие типы заболеваний можно вылечить. У нас интересные работы были по химическому составу клевера, лугового клевера, белого, составили целые карты, скажем так, химического состава клевера в зависимости от региона произрастания. Реализация проекта «Атлас лекарственных растений» началась еще в 2021 году в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Тогда биологам Казанского федерального университета удалось доказать, что одни и те же лекарственные растения сильно различаются по фитохимическому составу в зависимости от места их произрастания. На данный момент «Атлас» можно найти в библиотеках Татарстана и Москвы. В скором времени планируется создать электронный ресурс, на котором не только будет размещено исследование, но и будет возможность дополнения базы данных. Виктория Бояринцева, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.